Всю прошедшую неделю страна рассуждала о насилии. Мужчины-регионалы грозили обидчикам своих однопартий в следующий раз припомнить снежные бои. Объединенная оппозиция плюс удар твердила о провокациях. Дамы, посетившие в свое время Харьковскую узницу, ехидно интересовались у представителей власти. А когда нас пускали с лестницы, это было насилие. Слушая всех этих революционеров и их антиподов, я вспоминал здание украинского парламента 90-х годов. Собственно, с момента появления современного парламентаризма в Украине. И память услужливо подкидывала картинки того времени. Вот коммунисты сцепились с уруховцами и представителями партии Левко-Лукьяненко. Лупят друг дружку с несказанным энтузиазмом. Чуть позже, уже при Леониде Даниловиче, заединщики сошлись в поединке с национал-демократами. Кто-то вытирает платком разбитую губу, а другой прикладывает лед к фингалу. Под глазом кулашные бои и здание под куполом плавно перетекает на улицу. Украина без кучмы. Было такое движение. Парни в вышиванках крушат не только своих оппонентов, но и дают оторваться милиционерам. Это уже ближе к эпохе Майдана. Сказать, что оранжевая революция обошлась без драк, значит слыть в глазах современников лжецом. Дрались, но слава богу без жертв. Хотя угрозы в адрес друг друга звучали. И хорошо, что только звучали, не более. Перехожу ко временам президента Виктора Андреевича Юльченко. Помните, какой была самая популярная картинка того времени? Наш земляк, тогдашний министр внутренних дел Василий Петрович Сушко вместе со спецназовцами врывается в здание Генеральной прокуратуры страны, где по поручению Виктора Андреевича представители другой спецслужбы президентской пытались силой выбросить из служебного кабинета действующего генпрокурора Пескуна. Мордобитие с участниками силовиков и депутатов парламента. Каждый из нардепов тычет в физиономию бойца своего удостоверения, лупит при этом того бойца и заявляет о собственной депутатской неприкосновенности. Пескун валяжно сидит в кабинете и комментирует беззаконие. Естественно, со стороны президента. Картина маслом. Последние парламентские выборы это пик уличных потасовок. Что объяснимо? В Верховную Раду рвутся радикалы и свободы, идеология которой кулак прорвались. Кулак восторжествовал. Но чтобы население об этом не забывало, мы периодически наблюдаем схватки как в сессионном зале, так и в других помещениях, где размещаются органы власти. Создается впечатление, что нас готовят к неизбежности силового решения всех проблем в этой стране. И когда в ответ на поломанную дверь в здании одесской мэрии граждане наблюдают, как первое лицо бьет кувалда стекла и двери очередного левого мафа, не стоит потом удивляться, что лавочники из всех форм дискуссии с властью предпочтут одну, силовую. Ну а о какой Европе может идти речь, господа интеграторы? Кали главный аргумент. Кулак!